На нескольких метрах сплошной праздник гостей станищники встретили нарядной ярмаркой с угощениями и сувенирами на память. Вероника Богданова и Оксана Здоровенко сориентировались в девчачьей теме. Ободки, резинки с цветами, заколки, магниты – все авторской ручной работы. Резиночки разные, магнитики. Ну, раз ярмарка, что, вот мы принесли продавать. Мы делали все это добро. Сами делали. Представительницы школы номер 21 станицы Анапской удивили шедеврами карвинга и для каждого гостя приготовили сюрпризы. Пирожки у нас вкусные. И чай самовара на дровах. А вы угощаете? Всех, желающих. Потеряем всех? Да, да. Понятно. А тут у вас красота какая-то неземная. А то мы сами, сами делали в школе. Это тоже карлинг, только из тыквы. Ну, как бы, видите, много очень овощей. А что символизирует? Осень, как бы, сбор урожая. Сотрудники библиотеки представили самую полезную, вместе с тем, самую трогательную экспозицию. На подборке архивных фото станицы Анапская – образца 65-го года. Вот так на самом деле на полу сидели и ели. Да, выйдешь средка. В чем есть, в том сидишь. Вот такие фотографии у нас архив есть. Мы сегодня принесли в честь станицы, выставили. Подходят много, смотрят, узнают себя. Пожилые люди. Здесь есть и школьники, которые, ну, еще маленькие были. В общем, из прошлых лет станицы Анапская. Такая она сфотовыставка называется. 65-го года фотографии. Люди, станичники, именно приходят и узнают себя. Это ОПХ, да, совхоз был ОПХ Анапа. Бывший директор совхоза был. Все было колхозом, совхоз. То есть, как бы, это история наша. По пути до сцены, где состоится главное событие – награждение самых ответственных и активных тружеников, еще одна выставка. Станичники узнают знакомых на фото родственников-участников Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Отмечена работа по благоустройству и развитию станицы. Почетной грамоты и благодарности главы города и Анапского сельского округа получили активные труженики. Дорогие друзья, я хочу сказать буквально пару слов. Вот это тот коллектив, который активно участвует в жизни нашей станицы, который оказывает помощь. Счастья им, здоровья и быть всегда такими верными и преданными, настоящими патриотами своей родины. Глава Анапского сельского округа Олег Гончарук отметил особенности округа. Он самый большой по численности и площади и развивается активно благодаря труду станичников и поддержке администрации. Для нашей станицы сегодня важное и ответственное мероприятие. День нашей станицы – праздник. Хотел бы сказать, что глава муниципального образования города Курорта-Напа Сергей Сергей Павлович уделяет нашему округу очень важное и серьезное внимание. Мне бы хотелось сегодня не просто в канун праздника, а именно на этот праздник поздравить всех жителей, ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы муниципального образования города Курорта-Напа Сергея Павловича Сергеева с этим замечательным праздником. Пожелать вам прежде всего доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия. Параллельно с праздником основания станицы Анапской в микрорайоне Алексеевский на спортивной площадке провели свой праздник. Организатор – председатель совета микрорайона Дмитрий Деканенко. И, конечно, праздник получился ярким благодаря помощникам и активным жителям микрорайона. Праздник – день микрорайона. Этот праздник мы отмечаем вместе с праздником – день освобождения Анапы, день города. Мы все вместе собираем. Помогает нам очень хорошо предприниматели в проведении этого праздника. И мы благодарны в этом году председателю общественного совета нашему Дмитрию Николаевичу. Очень внимательный человек к населению. Я думаю, что Алексеевка наша преобразится. Он помогает во всех проблемах Алексеевки. Теперь что, в подсыпке дороги участвует, помогает ветеранам. Он только начал свою работу. Поэтому все, что сейчас пока делается, это благодаря ему. Станислав Носенко пришел поддержать супругу. Ее награждали и привел на праздник внуков. Праздник отлично. Собралось очень много народов. Много детей. Очень весело. Здесь также честовали самых активных жителей, вручали грамоты, дарили подарки. Во время выступления ансамбля «Звонница» с частушками зрители занимали самые выгодные места. Праздник в микрорайоне Алексеевский стал завершающим в череде городских. Честование активных жителей провели во всех микрорайонах города.